Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня я хочу вам посоветовать школу IT-технологий Skill Factory, которая предлагает 6-месячный онлайн-курс для тех, кто хочет освоить язык программирования Python, не затратив при этом годы на обучение и стать востребованным спецом на рынке труда. К совершению курса вы уже будете готовы брать заказы на фрилансе и создавать собственные проекты. Новый набор на курс стартует ежемесячно. Переходите по ссылке в описании под этим видео. На сайте есть также полная программа курса. Всем рекомендую! А мы продолжаем курс уроков по Python. В прошлом видео мы рассмотрели условный оператор if, который вы будете ежедневно использовать в своей работе, и циклы while и for, которые являются тоже очень важной частью программирования на любом языке программирования, так скажем. В этом видео мы перейдем дальше к следующей теме. Эта тема не менее важная, так как функции в своей работе вы будете использовать не реже, чем циклы. И сейчас я на простых примерах покажу вам, как работать с функциями, и вы все очень просто и быстро поймете. Функции представляют блок кода, который выполняет определенную задачу и который можно повторно использовать в других частях программы. По своей сути, функции в Python ничем не отличаются от функций из других языков программирования. Как правило, функция создается для работы с данными, которые передаются ей в качестве аргументов. Также функция может форматировать некоторые возвращаемые значения. Для создания функции в Python используется ключевое слово def. Выглядит оно таким образом. За ним должно следовать имя функции и заключенный в скобке список формальных параметров. Например, так. У нас есть функция add, и дальше нам нужно поставить двоеточие. Операторы, которые форматируют тело функции, начинаются со следующей строки и должны иметь отступ. Обратите на это внимание. Если вы используете какой-то IDE, он ставится у вас автоматически. Если нет, то обратите на это внимание, потому что это будет считаться ошибкой. Давайте определим простейшую функцию add и добавим в нее пару параметров. Это будет x и y. Таким образом, не забудьте поставить здесь двоеточие и перейти на новую строку. Далее здесь мы пропишем return x плюс y. Таким образом, все очень просто. В нашем коде return говорит о том, что нужно вернуть значение. Ну и в таком случае мы вернем сумму x и y. И теперь давайте ее вызовем. Делается это очень просто. Нам нужно выйти из данной функции. И давайте сразу ее запринтим. Таким образом, add. И внутри, в аргументах, мы пропишем числа. Соответственно, это будет x, а это будет y. 4 и 5. Давайте вызовем терминал и посмотрим на результат, который у нас получится. Мы получили 9. Ну, соответственно, поменяем числа. Соответственно, мы получим также другой результат. Получим 8. Ну, я думаю, что с этим разобрались. Давайте также посмотрим пример с строками. К примеру, qve. Первый аргумент вместо x. А здесь rty. И в таком случае мы получим вот такое вот сообщение. Ну, в принципе, просто функция может быть любой сложности и возвращать любые объекты. То есть это могут быть и списки, и кортежи, и также функции. К примеру, давайте сделаем другую функцию. Опять потренируемся. С помощью ключевого слова def определяется функция. Давайте пропишем название нашей функции. Print something. Таким образом, не забывайте ставить двоеточие. Ну, и здесь мы запринтим какое-то сообщение. К примеру, hello world для простого примера. И далее перейдем, выйдем из данной функции. Для того, чтобы выйти из функции, как видите, здесь у нас хранятся отступы дальше. Если мы переходим на новую строку и убираем отступы, то есть это получается, что мы вышли как бы из функции. Допустим, мы можем определить и здесь какой-то параметр. Давайте, например, пропишем name. А здесь в принте пропишем не hello world, а пропишем здесь через запятую данный параметр name. И далее мы можем вызвать данную функцию. Давайте я ее пропишу. Print something. И здесь мы вводим имя. К примеру, введем Алексей. И давайте выведем. Соответственно, мы получили вот такое значение. Мы также можем вставить значения по умолчанию, то есть сделав их необязательными. В данном случае у нас здесь будет приравнено наше значение. То есть если мы здесь не будем вводить имя, у нас будет вводиться Алекс. А если будем, будет вводиться то значение, которое мы ввели при вызове функции. Обратите на это внимание. То есть введя данный параметр с определенным условием, мы можем сделать введение параметра в функции необязательным. А соответственно, если мы уберем данный параметр и не введем ничего, мы получим ошибку. Обращайте на это внимание и запомните, как это все работает. Давайте рассмотрим простой пример с использованием функции и вычислением факториала. Будем использовать здесь цикл. Мы уже разбирали пример с вычислением факториала. Обратите на это внимание, на эту задачу, так как данную задачу вам могут дать на вводной части вашего собеседования по Python. Это очень любят. Ну и что ж, давайте создадим данную функцию. Назовем ее факториал. И у нас будет параметр n. После этого переходим. Здесь у нас будет переменная prod. И она будет равняться единице для начала. Далее цикл for, который мы разбирали в прошлом видео. Если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите. Да, и факториал мы уже разбирали, поэтому нет смысла его по 10 раз объяснять, как он работает. Далее мы умножаем с присваиванием. Переменной i. Ну и далее возвращаем значение prod. И, соответственно, вводим значение данной функции, факт. И вводим какой-то параметр. Ну давайте в данном случае сделаем 5. Вкатериал числа 5 у нас получится число 120. Вкатериал числа 4 у нас получится 24. Кто не помнит, это единица умноженная на 2 умножить на 3 умножить на 4. Это будет вкатериал числа 4. Что ж, с этим просто и разобрались. Функцию также можно присвоить переменной и использовать ее, если необходимо сократить имя. В качестве примера можем привести вариант использования функции вычисления факториала из пакета mess. Давайте импортируем пакет mess, как мы это уже делали в прошлых видео. И присвоим функцию mess, факториал. Ну и, соответственно, потом мы можем запринтить ее, вызвав просто данную перемену и введя в параметр число 5. Ну и получаем опять число 120. Соответственно, так это и работает. В программе может быть определено множество функций. И чтобы их все упорядочить, хорошей практикой считается добавление специальной функции main. Делается это таким образом. Давайте я покажу. Мы определяем одну функцию main. Далее у нас будет какой-то вызов функции, допустим, print something с значением alex. Далее у нас будет исчисление доллара. USD rate. Допустим, он у нас будет 70. Далее число денег money будет, допустим, 58 тысяч. Далее введем переменную result. И у нас будет здесь exchange с данными параметрами USD rate и money. Таким образом мы будем вводить print result. Соответственно, здесь же только при выходе из функции main мы определяем новую функцию, которую мы уже выводили здесь. И сразу будем здесь вводить параметр name. Далее мы будем выводить ту строку, которую мы уже вводили. Hello. То есть, соответственно, это тот же пример. Name. С этой функцией мы, соответственно, завершили. Далее у нас будет новая функция exchange. Именно ее мы приравняли переменной result. Соответственно, здесь мы будем использовать эти же параметры. Переменная result у нас будет равна round money USD rate. И, соответственно, мы будем возвращать значение переменной result, которое мы здесь, соответственно, ввели. Далее нам нужно выйти из всех функций и вызвать функцию main. Соответственно, в функции main мы определили вызов функции print something. Соответственно, здесь мы ввели значения USD rate, а также money, чтобы не вводить их в переменную exchange. Также переменная result у нас хранит в себе вызов функции exchange с данными параметрами. А также print результата, который у нас здесь выводится. Ну и давайте посмотрим, что мы здесь получили. Соответственно, мы получили вызов первой функции, а также пересчет на количество долларов. Собственно, так это все иногда делают. Давайте поговорим также про анонимные функции и инструкцию lambda. Анонимные функции могут содержать лишь одно выражение, но и выполняются они быстрее, что, соответственно, лучше. Анонимные функции создаются с помощью инструкции lambda. Кроме этого, их не обязательно присваивать переменной. Lambda функции можно использовать везде, где требуются функциональные объекты. Они синтаксически ограничены одним выражением. И давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. К примеру, мы создаем переменную sqrt, записываем lambda функцию x и, соответственно, возведение в степень 0,5. Далее мы запринтим данную переменную sqrt и у нас будет в параметре число 25. Соответственно, мы получим в ответе 5 корень из числа 25. Намного удобнее присваивать lambda функции какой-либо переменной и в дальнейшем использовать ее в качестве имени функции. Lambda функция, в отличие от обычной, не требует инструкции return, а в остальном ведет себя точно так же. Списки можно обрабатывать lambda функциями внутри таких функций, как map, filter, reduce. О них мы еще поговорим, а пока рассмотрим пример с map. Функция map принимает два аргумента. Первый – это функция, которая будет применена к каждому элементу списка. А второй – это список, который нужно обработать. К примеру, у нас будет l, писок, лист. Здесь у нас будут числа. Далее мы будем использовать функцию print, лист, ставите круглые скобки, функция map. Ну и, собственно, lambda функция x, которая будет умножена, возведена в третью степень из списка l. Соответственно, давайте посмотрим, как будет выглядеть наш список l. То есть 2 в третьей степени – это 8, 4 в третьей степени – 64, 5 – это будет 125, 6, соответственно, 216, ну и 7 – 343. Вот так это работает. Думаю, ничего сложного у вас, все с этим разобрались. А на этом этот урок подошел к концу. Если вы не смотрели прошлые видео, то обязательно их посмотрите. И на этом все. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok